В образной системе Андрея Тарковского все строится на двоичном коде. Есть только инь или янь, как, кстати говоря, на халате Александра, которую он надевает перед своими решительными действиями. Есть жизнь или смерть, война или мир, женское или мужское, или конкретно в образной системе жертвоприношения пламя, огонь и вода. Помните образ из многих других картин Тарковского «Река времени», на дне которой давно похоронены и подвергающиеся забвению вещи. В свою очередь это вода двоична. Есть вода, как в русской волшебной сказке, мертвая, переправляясь через которую, ты оказываешься в загробном мире вместе с Хароном. Вода, приняв которую, ты умираешь или подвергаешься забвению. И вода живая, как, собственно, в финале жертвоприношения. Вода, которая может сделать из палки, просто воткнутой в землю, живое цветущее дерево. То же самое касается и огня. Есть огонь, который убивает, огонь пожарищ, огонь войны. И есть Гераклитов Логос. Логос, который разгорается и дает новую жизнь. Так что и внутри себя, и в своем конфликтном идеалектическом взаимообщении эти стихии дают начало, по крайней мере, сюжету. Если перевести эту образную космологическую, может быть, систему, на более понятный домашний именолад, как в жертвоприношении, где все строится вокруг конкретного домашнего быта, то тогда получится противоборство, противостояние и взаимная необходимость маленького и большого космоса. Маленький домашний социальный мирочек. Этот дом, приятный в любимом месте, выбранный, помните, как об этом рассказывает Александр, так трогательно, так заботливо, однажды, вместе с лучиком солнца. Дом, такой чеховский дом, где веранда, где кипит самовар, где служанки торопятся разогреть, приготовить ужин, где все по расписанию, где милый маленький домашний круг, домочадцы, знакомые, тоже в небольшом количестве, так, чтобы разговоры не разбивались на большие компании. Собственно, такой чеховский дом с мезонином или крыжовником, в котором можно благополучно встретить старость. Если бы не было большой, противостоящей ему вселенной, холодного, разрушительного космоса, который вторгается прямо на территории твоего интимного мира вместе с пролетающими самолетами. Как сегодня, кстати говоря, с беспилотниками, вратолетами, ракетными ударами, от которого сначала дребезжат стаканы и падает крынка с молоком, а потом, видимо, будет кое-что похуже. И поэтому противостояние этих двух вселенных и их диалектическая необходимость, потому что из того уже телевизора, зомбоящика, как его называют, и вырастает нормальная домашняя ксенофобия, нормальное отчуждение от политического, от реального, которое дает карт-бланш власти. И поэтому то, что происходит дома, здесь, и то, что происходит в большом мире, как-то связаны. Они только существуют параллельно, а не только одно грозит другому. И поэтому, что на самом деле творится в голове Александра, еще одном маленьком доме на твоих собственных плечах, и что происходит там, в реальности, это главная интрига фильма. Те критики, которые однозначно истолковывают сюжет, как, собственно, жертва, искупительная жертва Александра, которой он каким-то мистическим образом изменил течение событий, перемотал пленку в обратную сторону. Все это исходит из предположения, что все происходящее более или менее реально. Но что, если это история психоза, безумия, помрачения сознания, сна, который неизвестно, когда начался? Тогда самое интересное, самое важное происходит на территории дома. А что такое дом у Тарковского, у Чехова, у Бунюэля, если хотите? Мне приходят в голову аналогии со скромным обаянием буржуазии. Здесь тоже такое милое, скромное обаяние домашнего порядка. Так вот, дом — это ритуал, в котором, если порядок хорошо настроен, заведен, если слуги работают по расписанию, если чай в любое время дня, когда ты только потребуешь, тебе предоставляют, если друзья тоже ходят по кругу вокруг твоего нарциссизма, если жена, домочадцы, все играют свои роли. И так это душеспасительный ритуал. Помните, как, собственно, у Бунюэля, что бы ни происходило там, кстати говоря, вторгаясь прямо на территорию вашего дома, вместе с маневрами армейскими, вместе с какими-нибудь гангстерами или полицией. Но все это можно до поры до времени игнорировать. Главное — организовать и провести званый ужин. Это ирония Бунюэля, когда оказывается в том же самом помещении и красная икра, и озабоченность какими порциями и какого качества эту икру подают, и тут же рядом труп хозяина заведения — это метафора того, как соприкасаются эти миры. Дом — это ширма. Ритуал жертвоприношения, об этом говорится прямо, это как ритуал в голове, если можно сказать, таракана. Это его представление о том, что если бегать по кругу, кажется вечно, кажется, как беличье колесо и тарелка этого таракана, кажется, что этот горизонт расширяется до невозможности, что можно в этом доме, правда, прожить до пенсии, до счастья, до старости всю жизнь. Но это только иллюзия таракана. Букашка на шаре, которой кажется, что шар бесконечен, тогда как вот шар, а вот воздух. И поэтому все, что касается этой таракани и логики, логики маленького человека, который предпочитает игнорировать то, что происходит за окном, и окно для него функционирует как экран, это остров, тоже самодостаточная Бергмана метафора, отношение маленького мира к большому. Это всего-навсего иллюзия. Никакой ритуал не может предотвратить социальный хаос. До поры до времени ритуал работает как плацебо, но рано или поздно на пороге вашего дома кто-то появится. Рано или поздно с неба, например, еще из одной стихии что-нибудь по этому дому может прилететь. И когда Александр это понимает, что-то таки наконец меняется в его маленьком интеллектуальном ритуале. Кстати говоря, искусство, по крайней мере перелистывание на камеру альбомов с живописью или иконописью, а еще лучше под музыку Баха, Страсти по Матфею, Хоральные прелюдии, это еще один искупительный, душеспасительный, умиротворяющий ритуал советской интеллигенции. Что бы там ни происходило, какие бы вещи необъяснимые, помните формулу Отто, необъяснимые, но достоверные, какие бы кошмары не находились там прямо у вас за окном, но вот здесь, листая страницы альбома, где тысячелетняя история человечества, где сам контекст важен, контекст времени, все перетрется, останется мука искусства, останется красота ее крупицы, даже из страшного средневековья, даже из нового феодализма, можно взять с собой только это. Но так ли это? Спасется ли в действительности мир этой Достоевской или Тарковского или Рублева красотой? Кстати, вопрос, правда, контекстуальный прямо к фильмам Тарковского. А что с троицей Рублева, которая уцелела в этих пожарящих средневековья, а вот в новом нашем феодализме у нее есть шанс окончательно-таки погибнуть, без правильных, без музейных условий хранения? Так вот, что происходит, опять же, соотношением этого другого мира, мира реального, мира торжествующего человеческого свинства и мира человеческой иллюзии, о том, что важнее всего красота. Поклонение волхов Леонардо, картина, на которой строится символическая вселенная. Мрачная, темная картина, не такая выигрышная, как многие другие живописные работы на эту тему. С леонардовским типичным образом двоичной непонятной женщины, похожей на Марию. Она и ведьма, она и прекрасный объект. Неизвестно, что от нее ждать, как от этой хищной улыбки Джаконды. Алексей Федорович Лосев в эстетике Возрождения говорит, что неправильно трактовать Джаконду по-возрожденчески, то есть через призму идеала. Скорее всего, и такой хищный автомат для ловли мужчин. Что-то там себе на уме. И поэтому все, что касается женщины Леонардо, женщины Тарковского, давайте вспомним зеркало и образ матери, и ведьмы, опять-таки, прекрасные женщины. И это касается и образов Аделаиды, странной женщины-истерички, которая может испортить жизнь точно, а вот может ли она ее украсить, и Юлией, и, конечно, Марии, и всех других женщин в фильмах Тарковского, в каждой из которых из этих женщин скрывается инь или янь. То, что может тебя приподнять в этом полете любовном, то, что может тебя стереть в порошок или уничтожить. Поэтому все, что касается женского и мужского, еще одна интересная диалектика. Тема многих фильмов Тарковского, главным образом, зеркало, селяриса, жертвоприношение, какой из начал, например, полезнее для становления человека, женское или мужское воспитание. В ситуации, когда отца нет, как в зеркале, в ситуации, когда он есть и он навязчив, как этот большой отец, в ситуации, когда женское воспитание становится монолитным, и семья, и школа, и все эти училки в школах, все они сплошь женщины. Что будет с человеком? Еще раз представим себе эту коллизию, например, странную в Солярисе. Странно, но испытывая это мучение и питая эти комплексы, которые наполняют своими фантазмами Солярис по отношению к погибшей явно из-за него жене, Харри, в финале мы оказываемся не в новой стадии выяснения отношений с женой, ее отсылают в космос, ее образ как будто бы стирают, а в стадии выяснения отношений окончательных и самых важных с отцом. Вот интересно, вроде бы весь комплекс питался этой проблемой во взаимоотношениях с конкретной женщиной, а заканчивается фильм объяснением рембрандтовским примирением отца и сына. То же самое и в жертвоприношении, или в ностальгии, или в зеркале. Так все-таки отец или мать, женское или мужское, каким началом ты спасешься, каким началом ты будешь загублен, что есть война, что есть мир, например, конкретно в семье, с чьим влиянием, с чьим воспитанием это в большей степени связано. И поэтому, вернемся к Леонардо, поклонение волхвов – это довольно двойственный сюжет. Это поклонение женщине и ее чаду, младенцу мужского пола, будущему спасителю мира. Это ты стоишь на коленях перед женщиной или перед ее чудом. В таком случае она всего-навсего инструмент. И то, что делает Александр, его выбор ключевой, давайте вот рефлексируем. Он молится мужскому богу, нормальному христианскому богу, требует отмотать все назад, вернуть, как было. И дальше же идет к ведьме-женщине, ведьме в кавычках. И спрашивается все-таки, мужской бог или женский. И какой, если в это верить, перезагрузил реальность. Итак, женское или мужское, космогоническое начало помогло. И опять же, помогло ли Александру? Имеем мы дело с реальной историей. Из тех, которые коллекционирует Отто, необъяснимо, но все-таки было. Или это от начала и до конца фантазия, или с какого-то момента фантазия, когда фильм как будто бы погружается в зазеркалье и в сон. И все остальное история психоза. Помните, эту двойственность ближе к финалу фильма. Это странная музыка японская, которая сопровождает то ли видение, то ли сон, то ли реальность в измененном состоянии сознания. Оказывается, музыка из собственного магнитофона, который, впрочем, то ли выключили раньше сам Александр, или который, может быть, работал все эти воспаленные часы, тоже загадка. Поэтому музыка, которая дает сну настроение, которая вторгается прямо на территорию ваших символических ассоциаций, это, конечно, вполне реальный физический октант всего этого действия, если, опять же, считать это всего-навсего фантазией. А вот больная нога. Падает он во сне то ли в сновидении, то ли фантазии с велосипеда, а потом он реально хромает. Так все-таки было или не было, или это, кстати говоря, психосоматика, а у вас не бывает такое, что вы просыпаетесь и что-то там себе отдавили, отлежали, шею, по крайней мере, а может быть, или нога, или рука, но это не означает, что у вас были приступы ночного лунатизма. Поэтому вот та однозначная интерпретация, которая мне не нравится, что история таки имела место. И ключевое в название фильма «Жертва, приношение, объяснение» — да, это история Авраамовой жертвы. История отдельно взятого, поступка кажущегося окружающим безумием, а попробуйте-ка, например, принести в жертву собственного сына. Вас в психушку сдадут. Что еще, кстати, наводит на подозрение о психическом здоровье Александра — это скорость появления санитаров. Шесть с половиной минут горит дом, но как-то неожиданно на этом острове просто по команде и по волшебному щелчку материализовалась карета скорой помощи. Это означает, что либо Александр уже был полубезумен, болен. Если тут есть бергмановский подтекст, то это фильм «Через мутное стекло» с героиней на грани психического срыва. И поэтому то, что здесь делают уколы, не только может быть как раз Аделаиде, то, что здесь санитары где-то рядом по соседству наводят на мысль о том, что безумие с самого начала фильма сопровождает героя. Или, опять-таки, с другой стороны, не будем обращать внимание на эти условности, мало ли что в кино бывает неожиданно и почти волшебно. Может быть, правда, санитары появились только здесь и сейчас, а значит, история в каком-то смысле была. Это, как Авраамов поступок, всего лишь интерпретация. Он безумен в глазах окружающих. А вот в отношениях с Богом, а вот в представлении о том, что нужно сделать, на какой жест отчаянный пойти для того, чтобы вернуть вещи на место, перевернуть вселенную, в этом, может быть, он по-кьюрке-горовски прав. Так что, смотря какой ракурс, вы выбираете для точки зрения. Точка зрения домашних, точка зрения санитаров, точка зрения зрителя, который верит в чудеса, точка зрения Отто, который их коллекционирует во всех просмотренных фильмах, точка зрения человека, который не вдохновляется такими историями, рассказами. Еще обратите внимание на один триггер, помимо безумия Отто. Это коньяк. Если пить его такими большими стаканами, то вам, возможно, и не то покажется. Но каким бы ни был этот триггер или трикстер, конкретный катализатор, который обостряет действия воспаленного сознания Александра, или реальное, необъяснимое, но достоверное, делающее возможное такую вот историю, мне кажется, дело совсем в другом. Если вспомнить определение фильма самим Тарковским, поэтическая притча, то вот эта вот сила, которая переводит иллюзию в реальность, день в ночь, жизнь и смерть, и называется поэзией, поэтикой. В поэтической метафоре, в образе, в диалектике смены этих образов, сделать живое мертвым, действующее бездействующим, движущееся, покоящееся, человеческое, нечеловеческим, прекрасное, ужасным, может на раз-два, на один щелчок, на одну рифму, именно поэзия. Поэтому все, что происходит в жертвоприношении, это, собственно говоря, метатекст. В фильмах Тарковского важны эти знаки культурной коды, мировой истории человечества, ее культурные следы. Поэтому Бахли имеется в виду, Леонардо ли, вся история иконописи из Пскова, это уже дело 25-е. А то, что мы, когда смотрим фильмы сами, как будто бы прогуливаемся по альбому истории человеческой культуры, это принципиально. А что там в этой истории? Все то же самое. Противоборство жизни и смерти, в том числе в эмоциональном и интеллектуальном плане, для тех, кто еще умственно жив или уже умственно мертв. А там в этой истории человечества борьба человека внутри самого себя со зверем, который живет не там, не за окном, а в тебе непосредственно. И поэтому здесь двоичность фильмов Тарковского, и здесь это необъяснимое, переход из одного плана реальности в другой, кажется в действительности самым понятным. Обратите внимание, между прочим, на симметричную композицию картины. Молитва, момент перехода, момент подвеса, самое безумное обращение к Богу, отмотай назад пленку, находится ровно в середине фильма. И эта середина монохромная, а края его цветные. Таким образом, весь фильм как будто бы балансирует на этой точке, на этом драматургическом моменте наивысшего напряжения фантазии, безумия автора. Часто, это базовый принцип драматургии, все держится на сумасшествии героя. На том, что он совершает для самого себя необъяснимые поступки. Или вот такие вот молитвы, или вот такие вот поступки совершает. И поэтому все остальное края, куда качнется, куда накренется эта конструкция, зависит от точки подвеса. Точно как в композиции жертвоприношения. Его молитва, его поступок, его обращение к космосу, его в действительности разговор то ли с самим собой, то ли с Богом, то ли с Богом, который живет за обоями, как у Бергмана, это ключевой момент безумия. И в поэтике, в действительности, он вполне рационален. Безумный жест Авраама, сила слова, сила изображения, как в каких-нибудь апокалиптических картинах. Рассказы про героические деяния людей, которых не пугала и перспектива собственной смерти. Или про праведников, которые двигали горы одним лишь, наверное, усилием мысли или молитвой. Все это точно мало достоверное, хотя поэтически объяснимое. На этом моменте кульминации нашей фантазии, нашей захваченности, чужой истории, чужим воображением и строится поэтика. Это символический, философский, поэтический центр картины. Если зритель прочитывает всю ту историю с таким погружением, с полным ощущением, что вместе с Александром он предотвратил конец света, хотя, на мой взгляд, это конец света в отдельно взятой голове, но это ощущение надвигающегося не только апокалипсиса, но и катарсиса. Эта вся степень нашей эмоциональной связности с произведением означает только одно – это работает. Самоопределение, кстати, необъяснимое, но действующее или но реальное. Это, на мой взгляд, одно из определений искусства. Все оно условно, непонятно, особенно для профана. Все оно держится на честном слове, на наборе условностей, и, тем не менее, на нашу эмоциональную сферу, на нашу вовлеченность, на наши даже поступки, которые мы совершаем потом под влиянием просмотренного или прочитанного, это, безусловно, действует. Так что, как и каждый любой другой фильм Тарковского, это фильм о том, как работает искусство. Волшебная зона, будь это, например, в Сталкере, или планета Солярис, или эти, опять-таки, из Средневековья идущие прекрасные образы, или эти технотронные, или человеческие чудеса. Все это, в данном случае, лишь истории. Истории Андрея Тарковского. Неважно, где действие происходит, помните, а важно, что человеку нужен человек. Неважно, о какой именно конкретной стороне реальности рассказывает нам это произведение, главное, что это произведение. И строится оно на постепенном вовлечении, на затягивание зрителя в водоворот сюжета, а потом на выхлопе, на выстреле, на катарсисе, и ощущение, что все это каким-то чудесным образом реально было. По крайней мере, самим тобой. Итак, сила слова, сила изображения, сила желания, фантазии, особенно если это фантазия режиссера, вовлекающего вас в свою воронку, воображение, это и есть принцип действия искусства. Если вы приняли эту систему условностей, если вы сначала повелись на рассказ Отто, он вас просто заинтриговал, то дальше, через несколько шагов, вы пройдете точку невозврата. И окажетесь в середине истории, потом в ее конце, и будете переживать ее, как абсолютно реальное событие. Так что, как метатекст, как рассказ о том, как функционирует искусство, фильм «Жертвоприношение» яркий пример образной системы Тарковского. И здесь, кстати говоря, снова по принципу того, что такое искусство, необъяснимое и рациональное, лентой Мебиуса, знаком им ильянь, волшебно связаны. Стоит только, по рецепту жертвоприношения, каждый день наливать и выливать стакан воды, превратить это в правило, в ритуал, в порядок, например, писателю каждый день садиться за письменный стол, или режиссеру, давать четкие указания на каждый съемочный день всей рабочей группе, и тогда из этой рутины ритуала процесса тараканьего бега волшебным образом является искусство. Стоит только долго делать методично одно и то же. Вот еще один интересный момент, еще одна диалектика. Метода и безумие. Часто считается, что такие фильмы, как у Тарковского или у Линча, это инсайды, это импровизация, это вдохновение. Ничего подобного, говорит Тарковский, это почти тараканьий бег. То же самое и у Линча, то же самое у других перфекционистов, мастеров воображения, когда вам кажется, что это ах, фантазия. Для того, чтобы эта фантазия оказалась на съемочной площадке, на ленте, в монтаже, требуется невидимый, огромный, колоссальный труд и метод. И поэтому такая сделанность фильмов Тарковского, их рациональность, их четкий хронометраж, их невидимый закадровый, внутрикадровый монтаж при этих длинных планах, которые тоже, кажется, как будто бы возникают сами собой. Это и есть еще одно из чудес искусства. Ну а что еще делает со своим пациентом искусство, в отличие, например, от работы врача и санитаров? Не решает вопросы, а только их ставит. И поэтому все вопросы, которые адресуются жертвоприношению, ну, например, было или не было, в фантазии Александра или его домочадца в коллективном помешательстве или вообще в объективном мире? Было или не было под влиянием, скажем, алкогольного делирия, выпитых целыми стаканами коньяка, истерики жены, других либо триггеров? Было или это не было в этот конкретный момент? Или, например, это отчасти сон и отчасти реальность? Это все вопросы, не имеющие разрешения. Почему зритель так вкупается в сюжет? Мне гораздо интереснее этот вопрос. Почему даже, когда ты читаешь тексты кинокритиков, там везде пишут, Александр идет к ведьме? То, что она ведьма, это только рассказ Отто или только фантазия Александра, заразившегося вместе с винными парами этим чужим воображением. И поэтому, когда называем Марией ведьмой, это означает, что мы уже на крючке, что мы находимся внутри сюжета, а не снаружи, как критики и оценщики. Поэтому, кто она, как любая женщина, которая рядом с вами, как эта Аделаида, на мой взгляд, в большей степени ведьмой можно было бы назвать именно ее. В действительности, настолько прост Александр или сам себе, он тоже двоичен и непонятен, и шизофренический расколот, и борьба хаоса, безумие, с одной стороны, порядка, рациональности, с другой происходит непосредственно в нем. В какую-таки Австралию уезжает Виктор, мне это напоминает Америку Смердякова и роман моего друга, в котором уехать в Австралию означало попасть в психушку. Что это за чудо, кстати говоря, тоже чудесное или в русском языке чудовищное. Часто обратной стороной чуда является его чудовищность. Собственно говоря, вера поэтому приводит к фанатизму. А святая инквизиция известно, чем занималась. Кстати говоря, в порядке борьбы с чудесами и насаждение других правильных санкционированных чудес. И поэтому место зрителя в истории психоза, место критика внутри текста жертвоприношения, понимание того, что фильм это тоже как карта Европы средневековой, всего лишь одна из точек зрения. Ничего общего, помните, говорит Александр, с истиной она не имеет. Фильм – это карта, это воображаемая территория. И если мы ходим по ней и все-таки считаем, что да, Мария – ведьма, а история имела место, это означает, что мы всего лишь персонажи, а не критики. КОНЕЦ 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 Ну и в качестве финального пожелания зрителю, тому идеальному зрителю, который не просто вкупается в сюжет, не только испытывает эмоциональное удовлетворение, визуальное наслаждение от всего происходящего, но и хотел бы в этом рационально разобраться. Вспомните слова, которыми фильм заканчивается, да и открывается. Слова, которые впервые произносит до того молчащий мальчик. Значит, это очень важные слова. Слова его отца и слова другого, большого отца, разумеется, «в начале было слово». Так вот, как бы чарующе не было изображения у Тарковского, «в начале» и «в конце», да и «по ходу». Важно обратить внимание на это слово, на смысл, на мысль. Важно, как ни странно, держать критическую дистанцию. Да, кстати, сам Тарковский предлагает делать это всегда зрителю. Своими как будто бы невыносимо длинными, скучными, в каком-то смысле предсказуемыми планами, которые переводят наше состояние то ли просто в наблюдение, то ли в критическое понимание, но не в обычный режим. Или гипноз, или, как для многих зрителей, которые не выдерживают таких длиннот и хлопают дверью и выходят прямо из зала, или критическое отстранение. И непонятно, что лучше – любить или ненавидеть, находиться внутри сюжета или снаружи. Но надевайте-ка такой халат инь и янь, пробуйте и то, и другое. Благо, фильмы Тарковского это и позволяют и приглашают сделать.